Депутаты Госдумы приняли закон о снижении страховых взносов для индивидуальных предпринимателей. Если документ одобрят, Совет Федерации и Президент России, он вступит в силу с 1 января 2014 года. Сообщают РИА Новости. С начала этого года изменился порядок начисления страховых взносов для индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и тех, кто занимается частной практикой. За основу стали брать двойной минимальный размер оплаты труда вместо одного. В результате платежи ИП сильно выросли. Примерно с 17 тысяч рублей до 36 тысяч. А число предпринимателей резко сократилось. Такой подъем кому-то оказался не по силам. Инициатива поменять порядок начисления возникла в связи с тем, что сложилась абсурдная ситуация. Хотели как лучше, по справедливости, объясняли сторонники изменений. Социальные налоги у наемных работников выходили гораздо выше, чем у индивидуальных предпринимателей. При этом и те, и другие одинаково претендовали на пенсионные права. Что теперь? По закону, принятому сегодня Госдумой, для ИП с годовым оборотом до 300 тысяч рублей сохраняется ставка, исходя из одного мрот. Для тех, у кого выше, исходя из одного мрот и одного процента от оборота. При этом предусмотрен определенный потолок. Согласно документу, индивидуальным предпринимателям не нужно предоставлять дополнительную отчетность по уплате страховых взносов в пенсионный фонд. Продолжение следует...